В Центральном Хуруле Золотая обитель Будды Шакьямуни прошла интронизация новой Шаджин-Ламы. Напомню, Шаджин-Ламой Калмыки утвержден Геше Тензин-Чойдак в Миру Мутыл-Авьянов на общем собрании монашеской Сангхи. Кроме этого, его кандидатуру одобрил его святейшество Далай-Лама XIV. Геше Мутыл, первый калмыцкий священнослужитель, удостоенный звания Геше в постсоветский период. Он прошел полный 16-летний курс обучения в монастыре Дрипун-Гаманг и успешно защитил на публичной сессии философских диспутов ученую степень Геше Качупа. Со вступлением в должность Геше Тензин-Чойдака поздравил глава республики Калмыкия Бату Хасиков. Вы для нас являетесь примером служения учения Будды, служения людям, родной республике, стране. И во времена, когда перед нами такие серьезные вызовы, именно вы, наши духовные наставники, помогаете тем, кто нуждается в сострадании, внимании. Вы духовно поддерживаете наших войн, вы вносите огромный вклад, вы вносите в наше общество оптимизм и стремление созидать. Буддизм является частью самой идентификации России, вносит в свой огромный вклад в укрепление дружбы народов нашего государства. И это подчеркивает наш президент Владимир Владимирович Куркин, по поручению которого, например, был создан фонд содействия буддистского образования и исследования. Основными и ключевыми задачами этого фонда являются создание многоуровневой системы отечественного буддистского и светского образования, консолидации буддистского общества и общества в целом в нашей стране, укрепление взаимоотношений с буддистскими странами. И мы с большой честью и с удовольствием подключились к этой работе под вашим духовным и председательским началом, уважаемые шаги вам. Буддизм – одна из самых распространенных религий в России. Традиционными регионами, где исповедуется буддизм, являются Калмыкия, республики Тыва, Бурятия, Забайкальский край. Буддистские общины есть также в крупных городах страны, прежде всего в Москве и Санкт-Петербурге. В связи со знаменательным событием для всех буддистов Калмыкии, со всех уголков страны свои поздравления направили полномочные представители в Южном федеральном округе, администрации президента страны, а также руководители буддистских центров. Мы, конечно, ориентируемся на то, что буддистская община Калмыкии будет укрепляться, развиваться, конструктивно сотрудничать с региональными, муниципальными властями и с федеральными властями. Мы надеемся, что вчерашний наш разговор о образовательных проектах буддистских в Калмыкии, он тоже найдет свое развитие. Важно, чтобы ваше буддийское сообщество имело достойное представительство и станет в Севастополь. И есть такая инициатива в следующем году попробовать в республике Калмыкии провести международный буддийский форум. Древние буддийские ценности всегда современные. Испокон веков они постулируют необходимость в царо-шесенствовании людей, их сближения и взаимопонимания. Особенно важно сейчас неспокойные для всего мира дни, когда прошлое предается за твение, ложь подается за правду, а ненависть и вражда за человеколюбие и стремление к миру. Убежден в том, что ваша благородная миссия бесторыстного служения людям во имя утверждения высоких нравственных идеалов, укрепления религиозного согласия, межнациональной гармонии и гражданского единства будет успешной. Это очень ответственная, очень сложная должность, которую вы должны нести своему народу учение Будды, и чтобы учение Будды развивалось в Калмыкии, и чтобы мы все вместе, буддисты, буддисты, Ламы, Калмыкии, Бурятии, Тумуи, Забайкальского края, Иркутского округа, мы должны все вместе нести эту службу, нести народу. На официальной церемонии интронизации Шаджин-Ламы присутствовали представители республиканских министерств и ведомств, почетные гости, главы районов, а также сотни жителей Калмыкии пришли поздравить Шаджин-Ламу преподнести хаддак, выражая тем самым почтение не только ему, а учению Будды и религиозным традициям, возрождение которых, несомненно, принесет благо калмыцкому народу. От всего калмыцкого народа хочу пожелать Шаджин-Ламе, чтобы он работал долго и во благо нашего народа. Самая достойная кандидатура, потому что единственный из калмыков постсоветского периода имеет степень, духовную степень Гешегауджи, который в течение 16 лет достиг упорным своим трудом, учебой и познанием и учением Будды. На сегодняшний, на мой взгляд, это единственный человек, который достоин, как бы сказать, сидеть на этом троне. С детства знаю Гешемутла, и я сегодня очень рада, и сегодня я сюда пришла разделить эту большую радость со всеми жителями нашей республики на благо, процветания нашего народа, нашей республики и нашей великой России. Я хочу пожелать от лица жителей Октябрьского района нашему Гешемуутлу. Действительно, это для нас новый этап, новый этап развития духовенства в Калмыкии. И мы очень гордимся тем, что именно наш лама возглавил духовенство в Калмыкии. И здесь можно пожелать белой дороги, гармонии, на каждом шагу, чтобы сопутствовал удача и успех. Мы хотим поблагодарить за то, что, приняв все обеты, наш земляк действительно достиг все те самые ступени, прошел. И это очень большой труд, это очень большое испытание. После официального вступления в должность, верховный лама Калмыкии обратился с приветственной речью к жителям республики. В своем выступлении он отметил, что и дальше будет развивать буддизм и служить на благо калмыцкого народа. Я никогда не забуду свою республику, никогда не забуду свой родной поселок, где я родился и вырос. Я постараюсь на протяжении всей своей жизни приумножать, развивать учения Будды, преподавать то, чему я научился на протяжении более 16 лет в Тибетском университете. Буддизм пользуется большой популярностью у многих народов мира, которые придают этой религии свой особый колорит. Уникальная калмыцкая культура, единственная в Европе, базирующаяся на философии буддизма, обогатила многонациональную родину, став неотъемлемой частью духовной жизни страны. Привлекает многих последователей учения Будды. С новым Шаджин-Ламой Калмыкии буддизм в республике приобретет новый виток в развитии.